Все священные писания правильные, просто разные в людей наклонности, разные желания, отношения с Богом строят. Поэтому разные веры существуют из этого. Например, мусульмане в Боге видят силу, могущество, чистоту, мудрость. То есть христиане видят прежде всего самопожертвование, смирение, покаяние, доброту. Все остальное тоже есть, но прежде всего. Поэтому разные культуры, разные мышления. Кто-то плачет по Богу, кто-то смеется по Богу, кто-то танцует для Бога, кто-то не двигается. Все зависит от мышления. Но это все правильно. Но есть еще бодрое сознание. Бодрое сознание означает, что человек не понимает, что он душа. Он говорит, не моя душа. Как и в некоторых мы говорим, моя душа. Он говорит, я душа. Он себя душой видит. И в других людях видит только душу. Душу видит в других людях. Это что значит? Это значит, что он не видит в них грехов, как главное. Он видит грехи, но это не главное. Он не видит в них, как главное, их судьбу. Допустим, судьба вора быть проклятым. И все его не любят, плюют в него. Но для мудреца, у которого бодрое сознание, он такой же человек, как все. Для него нет вора, нет мудреца, нет глупца. И даже в собаке он видит душу, заботится о ней, знает, что она тоже будет развиваться дальше. Он не верит в закон Дарвина, мудрец. Закон Дарвина говорит, что естественный отбор развивает людей. Поступки развивает людей. Хорошие поступки совершил, получил более совершенную жизнь. Все. Плохие поступки менее совершенны. Поэтому можно проследить, один человек в течение жизни прогрессирует, а другой деградирует. Я в детстве дружил с одним мальчиком. Я был на девятом этаже, жил он на шестом. Он был очень красивым и деликатным. Я его очень любил, думал, Господи, какие люди бывают. У него была благородная семья. У меня не такая, как у него. Я, в общем, думал, что он лучше во всем меня. И так оно и было. Когда я приехал к родителям в гости в Тольятти, лет 10 назад, ко мне подошел во дворе один человек, спившийся, страшный такой, преждевременно старый такой. Говорит, Олег, ты меня узнаешь? Я говорю, нет. Он говорит, помнишь, девятый этаж, шестой. Мы с тобой дружили. Я такой смотрю, думаю, Господи, Боже мой. Что стало с этим человеком? Видите, не естественный отбор, не прогресс, а поступки. Человек может превратиться в свинью в этой жизни. Поэтому, говорит, ты на свинью похож, ты на козла похож, ты на барана похож. Ты как лошадь скачешь все время. Думаете, это сравнение зря? Подумайте об этом. Не все прогрессируют в более возвышенной форме жизни. Некоторые деградируют. То есть жизнь, она не так вот идет, она идет волнами. То вверх, то вниз, в зависимости от того, чего ты хочешь от жизни. И вот люди, которые имеют бодрое сознание, он видит душу во всех. Не важно, чего человек хочет. И благословляют всех на знание. Потому что знание – это основа жизни. Если ты неправильно понимаешь жизнь, значит, ты будешь неправильно жить. Все зависит от знания. Человек должен понимать, что главное в человеке – это душа. Поэтому нет плохих, нет хороших людей. Есть глупые, есть разумные. Все. Вот это вот разница вся между людьми. Раздушим. Недостижима душа. Душа такая по природе. У нас в каждом человеке такая душа внутри. Чистая, светлая. Маленький ребенок, когда рождается, у него судьба еще через него не действует. Поэтому душа, нагая душа, ногота, и ангелы поют, как птицы, глядя на него. Когда маленький ребенок рождается, видно только душа. Поэтому мать, когда видит душу, она не может забыть этого человека никогда в жизни. Она, как святая, смотрит на человека только на своего ребенка. Мать так смотрит. Как святой смотрит на всех. И когда человек влюбляется в другого человека, он тоже видит душу в нем. Но только временно, пока влюбляется. Если ребенка на всю жизнь, то кого влюбился, временно. И дальше ты должен быть мудрецом, чтобы сохранить это видение близкого человека такое чистое. Как ты увидел его в первый раз. Бог показывает душу, поэтому влюбляемся. Влюбленность означает видение души в человеке. Как можно влюбиться в что-то другое. Влюбленность означает «розаводил». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова